117 человек задержали силовики на акциях в день рождения российского оппозиционера Алексея Навального. Люди по всей России вышли поддержать политзаключенного, который ныне сидит в СИЗО. Тюремный срок в России можно получить за попытку заявить о своей позиции, если она отличается от позиции власти. В Ивановской области в суд передали дело блогера Сергея Веселого о дискредитации армии и вандализме. Ему вменяют нанесение надписи «Нет войне» на здание городской администрации. За это ему грозит до трех лет колонии, пишет ОВД-Инфо. Путин использует репрессии для того, чтобы держать своих граждан в страхе и повиновении, говорят эксперты. Я понимаю, что цифры опросов, которые оглашают социологические службы российские, о том, что 80% поддерживают войну, они могут впечатлять. Однако, как показывает анализ тех данных, которые столь вульно интерпретируют социологи, реальная поддержка войны, она процентов в пределах 20. И только на репрессиях, только на этих самых арестах режим и держится. Мобилизация стала еще одним видом наказания. Стала известна история врача-неерохирурга Ренаты Жильцовой из Омска. В материале «Сибирь и реалии» она рассказала, как покинула Россию, потому что ее хотели отправить на фронт, несмотря на то, что она воспитывает троих сыновей. Также Рената рассказала, что многих ее коллег-женщин, среди которых есть гинекологи и стоматологи, уже мобилизовали. Все нейрохирурги из детской больницы, где она работала, уже на фронте. Детей оперировать некому. Мне позвонили из военкомата, сказали явиться, я пришла. Там мне попытались вручить повестку, сказав, что госпитали все укомплектованы. И куда отправят, туда отправят. Я была в шоке. Просто не знала, что мне им говорить. Думала, что просто принесу свой пакет документов. Объясню, что у меня трое детей. Меня отпустят, скажут, что ошибка. А мне говорят, куда отправят, туда отправят. Сотрудницы военкомата громко смеялись и говорили, ой, на фронт с автоматом, в окоп с автоматом. А что ты переживаешь? Там очень много молодых людей. Тебе понравится. Рената Жильцова, нейрохирург. В интервью изданию «Сибири. Реалии». В Ленинградской области задержали 30-летнего гражданина Таджикистана, который незаконно пребывал в России. Суд постановил депортировать его из страны. Вместо этого его отправили в воинскую часть, пишет издание «Холод». Там у мужчины отобрали паспорт и готовятся отправить на фронт против его воли. Также сообщается, что вместе с ним в воинской части удерживают и гражданина Узбекистана. «Гражданина Таджикистана поместили в Центр временного содержания иностранцев по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где он провёл 25 дней. Затем его заставили подписать некий документ. Ничего не объяснили, дали бумагу и сказали поставить подпись. Я не понял, что там было. После этого в Центр временного содержания иностранцев приехали сотрудники военкомата. Я каждый день говорил им, что не поеду на войну, но они всё равно меня туда отправили. Из материала издание «Холод». Кремлёвский режим делает всё, чтобы россияне не могли избежать мобилизации. Так, Минобороны России планируют ставить россиян на воинский учёт без личной явки в военкомат. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Это значит, что если повестку не вручили адресату лично в руки, она будет считаться вручённой через 7 дней после её размещения в реестре повесток. На воинский учёт могут поставить любого. Все медкомиссии будут проводиться уже после при личной явки в военкомат. Анжелика Брушневская для телеканала Freedom.